Очередная сессия Совета народных депутатов Кашхабльского района впервые прошла в режиме видеоконференц-связи. В работе сессии принял участие глава района Заур Хамирзов. Всего в этот день народные избранники рассмотрели пять вопросов. Открыл мероприятие с докладом о проделанной за 2019 год о работе председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Деятельность Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльского района 4 созыва в 2019 году проводилась в строгом соответствии с федеральным и республиканским законодательством, уставом муниципального образования Кашхабльского района, муниципальными правовыми актами и было направлено на дальнейшую социальную экономическую развитие района, реализацию вопросов, поставленных жителями района. В 2019 году мы провели восемь заседаний Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльского района. В этом году депутатами было принято 69 постановлений, из них 42 решения нормативного характера. Самой выдающейся, наверное, заслугой работы Совета депутатов совместно с администрацией, я считаю, это разработка положения о доске почета в муниципальном обзоре Кашкабельского района. Мы утвердили совместный состав комиссии по отбору, убедили кандидатов для занесения на доску почета и в соответствии с вышеклазным решением в 2019 году была завершена работа по доске почета и она развернута на получше. Депутаты с Советом народа, депутаты муниципального обзора Кашкабельского района принимали участие в национальных проектах. У нас проект культура, у нас проект образования, у нас проект жилье, городская следа, у нас проект экология, чистая вода. Все вы знаете, мы выезжали на эти объекты, смотрели, интересовались сходом их реализации, носили какие-то свои предложения, интересовались проблемами. Важным все-таки направлением деятельности Совета народа и депутатов остается работа с расселением, которая относится к многогранным характерам. Это индивидуальные встречи с отдельными гражданами или группами граждан, повалующими их вопросами, взаимодействия с различными общественными и политическими организациями. Результатом этой работы является решение проблем жителей, формирование доверия граждан власти, анализ обращений и граждан свидетельствует о том, что ведущее место занимает такие вопросы, как трудоустройство, медицинское обслуживание, ЖКХ, дорожная отрасль, улучшение материальных условий, материальная помощь, жилищные условия. Наши депутаты активно принимали участие практически во всех общественно-политических мероприятиях Кашхабовского района и Республики Эдерия. Одним из основных вопросов повестки дня стал отчет председателя районной контрольно-счетной палаты о деятельности структуры за прошедший год. В соответствии со статьей 1 из положений о контрольно-счетной палате, деятельность контрольно-счетной палаты в 2019 году осуществлялась на основании плана работы, утвержденного приказом председателя контрольно-счетной палаты номером номер 1 от 9 января 2019 года. Планом работы палаты в 2020 год было утверждено предусмотрено 34 мероприятия, из которых 9 контрольно-ревизионных, 10 эксперто-аналитических, 15 внешних проверок отчетов о исполнении бюджета в муспальном образовании. План работы четного года с несенными изменениями выполнен в полном объеме и в установленной сроке. В ходе контрольных мероприятий проверено использование средств на общую сумму 97 995 500 рублей. В ходе проведения указанных контрольных мероприятий было выявлено ряд нарушений финансового характера на общую сумму 6 193 000 рублей, в том числе это неэффективное расходование средств бюджета, 5 нарушений на общую сумму 1 493 000 рублей, нецелевое расходование средств бюджета, 2 нарушения на сумму 1 073 500 рублей. При осуществлении муспальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 5 нарушений на сумму 3 74 400 рублей, нарушения принципа правомерности расходования бюджетных средств 1 нарушение на сумму 22 900 рублей, иные нарушения на общую сумму 1 500 000 рублей, нарушения ведения бюджетского обсчета 2 нарушения на сумму 522 200 рублей. Также, как по насчетной палатой муниципального образования Кашхабрский район, реализована полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении должностных лиц и учреждений, совершивших их. В 2019 год составлено 4 протокола об административных правонарушениях, и набраны Кашхабрские районы суды Республики Адыгея. В результате рассмотрения тех об административных нарушениях по 3 протоколам вынесены постановления и определения суда о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 53 700 рублей по данному протоколу вынесено предупреждение. Таким образом, в 2019 году в доход бюджетного испанного образования Кашхабрский район поступило дохода в виде административных штрафов в сумме 53 700 рублей. По всем рассмотренным вопросам депутаты приняли единогласное решение, а завершилось мероприятие приятным моментом. Сегодня я хотел бы заострить ваше внимание на приятной новости. Если позволите, я зачитаю. Это благодарность за вклад в развитие местного самоуправления и многолетним добросовестным трудом. Прянцеву Александру Валентиновичу, председателю Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабрский район, объявить благодарность. Глава Республики Адыгея Бурат Коротбевич Кумпилов. Спасибо, дорогие премьеры. Спасибо, глава Республики. От вашего имени, от имени главы Республики, позвольте мне вручить эту награду. Очень приятно. Немножко неожиданно, но спасибо за оценку. Спасибо главе Республики. Спасибо за русское вьючусть. Спасибо всем, с кем мы вместе работаем. Второй срок. Все вместе. Ключо, плечо, рука, руку. И в трудные моменты, и в хорошие моменты. Всем спасибо за оценку. Это не моя оценка, это работа в нашей совместной оценке. Спасибо всем за совместную работу. Всех благ. Спасибо большое. Заур Хамирзов также поздравил агрария в районе с нем фермера. Пожелал им успехов в их нелегком труде.